В Казанской галерее будет представлен мой самый известный, самый главный, так скажем, проект «Построение метафор», где я поднимаю вопрос о том, что такое реальность, где она присутствует, можно ли назвать реальностью то, что мы видим. Я работал и продолжаю работать последние 10 лет, и была дипломная работа в институте, то есть первая часть этой серии, черно-белая часть. Основу принципа столкновения двух кадров в монтажной последовательности. Грубо говоря, когда снимается кино, артист может заходить в дверь в одной стороне, выходить из другой, но в сознании зрителя будет некое одно единое поле, пользуясь вот этой теорией монтажа, что один катер перетекает в следующий, в сознании зрителя рождается некий третий план, соединяющий первый и второй, я использую этот механизм, то есть меняю логику для того, чтобы, так скажем, встряхнуть сознание зрителя, для того, чтобы он увидел что-то свое и совершенно новое. Моя задача – дать свободу зрителю. Я работаю с образами в своем творчестве, для меня образ – это все. Человек – очень конкретная, так скажем, визуальная единица. С ней ты ничего практически сделать не можешь. Это очень конкретный в сознании зрителя образ. То есть поскольку я в своем творчестве зрителя вывожу на некие новые грани, где он не знает сам себе, на те грани, которые он даже сам не знает, то я не могу его подставить, сказав, что вот тебе человек. Современное искусство, по всей видимости, это некое ремесло, в котором автор, художник, должен уметь работать с образами, должен обладать пониманием режиссура и драматургии. Как это может не показаться странным? Для меня Павел Филонов – это настоящее современное искусство. Это ремесло, которое… То есть он научился на холсте создавать голограммы. Просто нужно правильно смотреть его работы. Я очень долго не ходил по музеям, смотрел его работы, я понял там определенные методологии, потому что, видимо, у него было определенное зрение, определенное представление. А то, как заработать зрение у других людей, потому что очень необычная картина. Нужно стоять на определенном расстоянии до работы, там нужно определенным образом покачиваться, то есть создавать некое, как бы, стерео из моно, создавать стерео своими же глазами. Конечно, это приятно, в первую очередь, что есть некая востребованность, есть некое ощущение, что это нужно. И, конечно, это приятно, в первую очередь. Активная позиция предполагает некое развитие, с учетом того, что я двигаюсь не один. Есть еще авторы, которые тоже работают в своем ключе, но также усердно. И приходится постоянно, так скажем, держать себя в тонусе. В Твери есть несколько очень талантливых людей. Один из них Алексей Румянцев. Это ныне вокалист известной группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга». А он старше меня, и первое откровение фотографии, конечно, началось с него. То есть у него очень сильная работа. Потом он фотографию как-то отложил, занялся музыкой, поэзией. Я тогда, естественно, ничего не умел. У меня не было ни образования, я учился в школе, в классе, наверное, на 10-м или 11-м. У меня была камера двухмегапиксельная. Я влюбился в ее снимки. Я понял, что за ними кроется что-то такое, что мне предстоит открыть. Я не совсем понимаю, но я чувствую, что в них что-то абсолютно живое, некое дышащее откровение такое. И в том числе у него был снимок, связанный с вот этой дамбой. А я это место знал очень хорошо. Я сюда, естественно, ходил. Я понял, что я на каком-то нахожусь более-менее правильном пути, потому что те места, которые снимал, они были созвучны с тем, где я нахожусь. Дело не в том, что Тверь – маленький город. Дело идет именно от точечного попадания, как вот это место. С учетом того, что у нас вообще сейчас творится в образовании вообще непонятно что, оно, естественно, безусловно, нужно. Должен быть какой-то ориентир. То есть образование, в первую очередь, это есть как бы некое ваяние образов. Учиться ваять образы – это возможно только через человек, который умеет это делать. То есть либо ты должен изначально родиться каким-то там гением, либо получить образование, вот именно не в смысле контекста для галочки, там какой-то известный вуз, а по сути, по делу. Должен учиться ваять образы. Да, и эта карта, я сейчас это сниму. Да что это такое? Вот мы с этим боремся все последние годы, что это полноценный вид искусства, что это такое же ремесло, как и все остальное. Дело не в нажатии, как бы кнопки или там выбора композиции. Это не интересует, на этом не проедешь сейчас никуда. Тип камеры, какая камера, какой объектив – это не волнует. Вопрос о режиссерской драматургической части, о том, что фотография может и есть, и претендует на инструмент, который позволяет работать с внутренним самобытием. А это самое главное для любого художника – обладать внутренним самобытием. Нет, потому что у них как бы свое, вот, а у меня должно быть что-то свое. Вот это вот мое, все. Здесь никого нет. То есть это, это мое. Вот, а там для того, чтобы присутствовать, там надо же что-то свое, а там все уже занято. Конечно, те, кто не интересуется, теряют, возможно, уже многое, что потеряли, но, к счастью, в последнее время ситуация улучшивается, и стали появляться какие-то новые люди, новые институции, которые пытаются что-то продвигать и делать какие-то живые проекты. Например, взять ярмарку «Космосковь», которая проходит каждый год. Интерес к ней очень велик, и это в этом году есть некие ограничения. А так там, по-моему, десятки тысяч человек приходят за несколько дней посмотреть работу. Надо понимать, что такое искусство, по всей видимости. В моем понимании, искусство, и в том числе английская арт, как я понимаю, исходит от некого корня арот, орудия, то есть некий инструмент. То есть, если это так, просто непонятно, что такое арт, арт, арт. Искусство еще можно здесь разложить, понять, представить, что это такое. Но мне нравится история с инструментом тем, что если искусство – некий инструмент, то без него вообще невозможно присутствовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...